Совбез ООН вновь уже сочил санкции против Северной Кореи. Пхеньян потеряет почти 90% экспортных доходов. Это должно ограничить возможности страны по развитию ядерных и ракетных программ. Решение приняли единогласно после того, как США пошли на серьезные уступки. При этом постпред России отметил возможности экономического давления на КНДР исчерпанные. Необходимо искать политико-дипломатические пути. Из Нью-Йорка репортаж Жанна Галаковой. Соединенные Штаты добивались тотальной экономической блокады. Россия и Китай заявили, что тогда воспользуются правом ВЕТА. Переговоры в Совбезе шли несколько дней. В итоге требования были смягчены. Но ответ на ядерное испытание Пхеньяна все равно получился очень жестким. Новая резолюция вводит ограничения на поставки углеводородов. Определяет лимит на закупку сырой нефти. Налагает запрет на ввоз в Северную Корею конденсата и газоконденсатной жидкости. И это еще не все. В прошлом месяце мы приняли резолюцию, запрещавшую экспорт угля и железа. Эта резолюция запрещает экспорт текстиля. Это почти 8,5 миллионов долларов дохода. Кроме того, 93 тысячи северокорейских граждан, работающих за границей, больше не смогут посылать на родину деньги. Это еще свыше 5 миллионов долларов. Это уже пятая резолюция Совета безопасности по Северной Корее. Россия, к слову, поддержала все предыдущие. Претензии Пхеньяна получить статус ядерной державы неприемлемы, но у санкций должен быть предел. Меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны. И дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики, введения тотальной блокады страны и провоцирования глубокого гуманитарного кризиса. Речь уже идет не о перекрытии канала в подпитке запрещенной ракетной ядерной деятельности, а о нанесении неприемлемого ущерба ни в чем не повинному гражданскому населению. О том, что санкционный режим не приносит результатов, говорил на последнем саммите БРИКС и президент России. Да они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. США регулярно проводят в регионе военные учения. А теперь готовится разместить на территории Южной Кореи дополнительные противоракетные системы ТАД. Эта военная активность и стала причиной недавних ядерных испытаний в Северной Корее. И раздражает она не только в Кене. Развертывание американских ракетных комплексов серьезно угрожает стратегическому балансу и интересам безопасности в регионе, в том числе Китаю. Мы призываем прекратить развертывание ракетных комплексов на Корейском полуострове. Мы против войны в регионе. Стороны должны быть хладнокровными, избегать любой риторики или действий, усугубляющих разногласия. Рано или поздно им нужно возобновить переговоры. Эти кадры сняты в провинции Сеонгжу в Южной Корее. Сотни человек протестуют против размещения там новых американских противоракетных комплексов, которые якобы должны защитить местных жителей от удара северных соседей. Монтаж собирались провести под покровом ночи, поскольку он нарушает все существующие нормативы. Но люди вышли на улицы. Между тем, Россия и Китай уже давно предлагают обсудить свой план разрешения северокорейского кризиса. Его первый пункт – двойной запрет. Хиньян прекращает все ядерные испытания. Вашингтон – военные маневры у северокорейских берегов. На заседании Совбеза об этом плане снова говорили российские и китайские постпреды. Реакция Соединенных Штатов на российско-китайскую дорожную карту осталась неизвестной. Во всяком случае, американский посол в зале заседаний высказывать ее не стала. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Александр Буженкова. Первый канал. Штаб-квартира. ООН. Нью-Йорк.